Самолётное шасси должно выдерживать фантастические нагрузки. Эта деталь самолёта — продукт работы механиков-экспертов и сложных технологий. Этот тяжёлый кусок стали — шасси самолёта КС-135Р «Стрататанкер». Шасси состоит из центральной опоры, к которой присоединяются ось и колёса. Сначала изготавливается опора. Этот цифровой станок обрабатывает наружную поверхность детали. Распылители с водой и маслом охлаждают деталь, которая нагревается из-за трения. Затем опора высверливается. Сверло удаляет внутреннюю часть опоры. Насадка должна быть очень точно направлена. Обрезки оставляют. Потом их продадут в литейный цех, где их пустят на переплавку. Резец, делающий отверстие в шасси, должен быть очень острым. На этом станке отверстия расширяют по краям до нужного размера. Деталь снова охлаждают смесью воды и масла. Операция закончена, и отверстия вычищают сжатым воздухом, и теперь можно провести визуальный контроль. Затем три детали обрабатывают одновременно на этом станке. Поскольку детали будут использовать в авиации, их нужно довести до совершенства. Обработка опоры почти закончена. Этот шлифовальный станок полирует поверхность деталей при помощи сжатого воздуха и дисков, покрытых наждаком. Теперь нужно проверить размеры деталей. У этого цифрового станка три оси, что делает контроль максимально точным. Другой станок предназначен для обработки более крупных деталей. Здесь также ремонтируют шасси, как это от Боинга 707. Краску очищают при помощи пескоструйного аппарата, чтобы более точно проверить состояние деталей. Однако простого осмотра недостаточно. Трещины можно обнаружить при помощи скопления намагниченных частиц. Детали намагничивают, и трещины становятся видны под ультрафиолетом. Теперь приходит время обработки металла, во время которой на металлическую поверхность направляют стальные шарики, чтобы увеличить ее сопротивление усталости. Прежде чем красить деталь, ее покрывают защитным слоем. Деталь погружают на 10 минут в кадмий, который образует оболочку, защищающую от коррозии. Затем деталь быстро обмакивают в слабый раствор хромовой кислоты. Вода, которую перемешивают струи воздуха, смывают хромовую кислоту, и деталь промывают водой еще раз. Потом деталь нагревают при температуре 190 градусов около суток, чтобы удалить водород, образовавшийся при гальванизации. После этого деталь погружают в жидкий азот с температурой минус 129 градусов, чтобы она сжалась. Эту втулку надевают с помощью гидроцилиндра. При новом нагреве она возвращается к нормальным размерам. Затем детали шасси и герметичные муфты помещают в поршень. В поршень помещают амортизатор. Эта деталь поглощает нагрузку, когда самолет приземляется. Затем поршень вводится в цилиндр и проверяется герметичность амортизатора. И, наконец, в печи высушивают краску. На изготовление нового шасси уходит от 6 до 8 месяцев. И от 6 до 8 недель занимают ремонт старого.